Здравствуйте, друзья! Уже не раз и не два мои подписчики на YouTube или ВКонтакте просили меня сделать обзор на вот этот вот нож Апинель номер 12 Я долго не соглашался, но все-таки решил сделать. Почему не соглашался? Ну, знаете, есть такие ножи типа Апинель или Моры, про которых сказать просто особо нечего То есть есть хороший, классный нож, который делает все для чего предназначен И все Он настолько хорош, что даже говорить не о чем Ну, давайте попробуем Вот он, Апинель номер 12 То есть мы знаем, что номер это длина клинка в сантиметрах Бывают двух видов. Бывает Апинель с карбоновым клинком, да, с высокоуглеродистой стали и с нержавеющим У меня вот это вариант Это сталь XC90 Высокоуглеродистая 59-60 параквел Давайте немножко расскажу Вес ножа Именно, да, но вот этот весит 109 грамм Для примера Крыса Весен 140 грамм Смотрите На длину клинка, на длину рукояти Длина лезвия 12 сантиметров Ширина 28 Да, вот в этой части Ширина в обухе 2,5 миллиметра Длина ножа в сложенном состоянии 16 сантиметров Вот так вот, да Рукояточка Вот в этом месте 37 миллиметров Вот в этом 27 В разложенном состоянии Все это Имеет длину 28 сантиметров ровно То есть 280 миллиметров Нож гениально простой Состоит всего из 5 деталей Деревянная рукоять Клинок Это вот кольцо Вироблок Второе Внутреннее кольцо Остальное И вот это вот Осевой Все Чем хороши? То есть сведение практически в ноль Тут из всех ножей Что проходили через мои руки Наверное пинель Это Единственный нож Поддерживать Идеальное состояние которого Ну усилий прилагается Настолько минимум Что Минимум Минимума То есть провести пару раз Если у вас есть доска с пастой Либо по муссату И все Этот нож Который опять Бреет Режет бумагу И все остальное Все что захотите Нож легкий Да 109 грамм Вот для такой конструкции Это очень мало Нож простой То есть ломаться нечему Вот он Вироблок Держит в закрытом состоянии И благодаря тому Что видите Вот здесь вот пропил Он также теперь Держит нож И в закрытом состоянии То есть видите Уже не открыть его Открывается он Классический Насечки на лезвие В данной модели Рукоять буковая Все производится Непосредственно В городе Совой Во Франции То есть никаких филиалов В Китае И так далее Нет Ну что Клиппоинт Да лезвие Такой Боуи небольшой Вот все Опинель Карбон Давайте Недостаточки Быстренько Посмотрим Ну должны быть Недостатки Ну первый Недостаток Все таки Деревянная рукоять Не знаю у кого как А вот у меня Осенью Пока не дали отопление Рукояти Настолько влаги Нахватывают Что вот так Открыть Или закрыть Тяжело Это хорошо Что они у меня Хранятся в открытом положении Потому что Открыть его иначе Нереально Ему надо высохнуть Поэтому После любой работы Нож Промывается Вытирается Сушится Ну второй Недостаток Опять таки Это идет из рукояти Ну Кому как Кому недостаток Кому нет Видите Клипса нет То есть это ножик Именно так Либо ложится в карман Либо в сумку Дальше Вероблок Вещь конечно Простая Функциональная Но вот Закрыл Что то делаешь 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 И потихонечку 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 Вероблок Все таки Приоткрывается Поэтому Когда что то Режете Еще понятно Вы давите Наоборот А когда правите Напасть Либо еще что то Такими вот Движениями Все таки Лишний раз Надо посмотреть Хорошо ли закрыт Вероблок Ну и последнее Я люблю Углеродку Ну посмотрите сюда Когда новая Она была Блестящая Ну никак не ржавейка Ну такая была Блестященькая Хипотичненькая А вот это Это вот Результат Того что Этим ножом Покрошили Полтора килограмма Лука То есть Лук был порезан После этого Нож был промыт Вытерян Но Видите Снова он Стал вот такой То есть Как бы На скорость Это не влияет Но немного Так вот Эстетически Конечно Он выглядит Уже Не очень Но при этом Нож Повторюсь еще раз Фантастически резучий Нож большой Даже вот С моей Рукой Посмотрите Вот Как у меня Крыса Зажата А здесь Еще места Остается Достаточно То есть Что удобно Что Даже если Зимой Что-нибудь Там делаешь Без перчаток То есть Руки Не касаются Вироблока Когда режешь То есть Есть расстояние Спокойно его удерживать Но лично Я этот нож В основном Использую Знаете Как Если идешь В гости И знаешь Что там Тебя припашут Готовки Ну и вот Когда я к родителям Ешь Вот как сейчас Было у родителей Там как бы Ножи Особой остротой Не блещут Поэтому проще Оказалось Взять с собой Опинельку То есть Кармашек положил Много места Не занимает Что ты знаешь Что всегда С тобой Есть инструмент Который заточен Так как Ты этого хочешь То есть Нож Просто красавчик Из эстетических Таких Соображений Буква Рукоять Крепкая В руке Личит хорошо Не скользит Вероброк Повторюсь еще раз В принципе Надежная вещь Но требует Некого присмотра То что было Несколько раз Но наверное Не на этом На восьмерочке Когда вот так Что-то там Делалось Делалось В какой-то момент Я обращал внимание Что он Вот из этого состояния Замок Уже перешел Вот в это То есть там Еще буквально Чуть-чуть Вот видите Вот если допустим Тот же лайнер Там миллиметр Он еще будет держать То вот здесь Все Вот видите Вот Прикрыли Вроде все закрыто Все Провернулся Поэтому Вот это надо Всегда контролировать Это единственный минус Ну Замку больше 130 лет Наверное Да Если не ошибаюсь С моей конструкции Но Это такие минусы Знаете Очаровательные Так как На винтажном автомобиле За ним приходится Постоянно следить Но при этом Ездить на нем Классно и приятно Так и здесь Есть какие-то такие Небольшие Номентики Но в целом Нож очень классный То есть Несмотря на все Вот такие Казалось бы Очень примитивный Замок Никакого люфта Ни в каком направлении Не ощущается Ну Вот как-то Ребята умудряются Делать различные Модернизации Некоторые Чуть-чуть растачивают Вот здесь Вот в этом месте Где-нибудь И ставят маленькие планки Либо полностью Всю делают пошире Либо так вот здесь Чуть растачивают И вставляют С двух сторон Плашки Какие-нибудь Господи Плашки Шайбочки Причем тут даже Есть как-то так Хитрость Что шайбочка Должна быть Не круглая А квадратная Чтобы Было не Кручение Что Клинок Шайба Дерево А только Клинок Шайба Ну Не знаю Мне нравится Все как есть Нереально легкий То есть Вы когда Видишь Такого Да Вот Он вызывает Такое Знаете Уважение Своей солидностью Когда видишь Его раскрыто В виде Еще больше А в руку берешь Легенький Хорошенький То есть Я не знаю Насчет пропиток Пропитывали Не пропитывали Насколько я Сталкивался Хоть-то Пропитывайся Можно просто Пропитать Можно выварить Ну Все равно Вот это вот На влажность Реагирует Поэтому я Пользуюсь Так Как Производитель Сделал Меня все устраивает Ну Карбоновый клинок Очень резучий Очень хороший Повторюсь еще раз Сталь XC90 Это Carbon Steel Имеет Имеет Недостаток Тем Что Вот От таких Всяких Лука И всего Прочего Приобретает Немного Некрасивый Вот такой Вид Но зато Режет Просто Непередаваемо То есть Тот Кто Режал Опинелем Тот Меня Поймет Тот Кто Опинелем Еще Не Резал Берите 12 И вы Поймете О чем Я говорил Наверное Больше Сказать Нечего Повторюсь Еще раз То есть Нож Классный Нож Хороший Нож С длинной Историей Проверенный Уже Не просто Годами А десятилетиями Может быть Как EDC Конечно Использовать Не будешь Но Свою Нишу Я уверен Он вас Найдет Всем Спасибо За Внимание До